Здравствуйте! Сегодня мини-обзор клавиатуры Logitech Media Keyboard 600. Для начала посмотрим быстренько упаковочку, а потом посмотрим, что у нас скрывается внутри. Тут особенно никаких интересных надписей нет с этой стороны. Здесь наши все поддержки, что она тут у нас поддерживает. Русская клавиатура. Здесь на разных языках нас интересует русский, но русским тут у нас что-то уж совсем мало. Клавиатура, диск, инструкция. Ну и посмотрим клавиатуру. Клавиши. Сразу русская раскладка белая, английская белая. Это для меня уже недостаток. Могли бы сделать русскую, вон голубенькими буквами. Было бы очень хорошо. Недостаток shift маленький. Для меня недостаток. Клавиши высокенькие вроде бы. Сжатие приятное. Буквы нанесены, не пойму, то ли наклейкой. Да, скорее всего, буквы наклеены. Что странно, намного дешевле клавиатура и лазерная, а здесь как наклеенная. Пластик на ощупь приятный, но не дешевый. Клавиши не очень громкие. Не бренчат, не гремят. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут. Еще есть. Интер тоже. Ну, интер-то бог с ним. Вот эту вот кнопку могли бы сделать поменьше, а shift побольше. У них свои инженеры. Тут все уменьшено. Для чего тут они это все так делают, непонятно. Эта кнопка моды F7, F8, все вот эти F, она задает им другие функции. Работает даже без драйверов. Тут дополнительные клавиши. На мой взгляд, все это бестолковая вещь. Все эти дополнительные клавиши. Ну, кому как. Так, сейчас мы еще посмотрим поближе. Так вот она у нас выглядит по толщине. Так. 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 происходит. Ну, еще раз пробежимся по мультимедиа кнопкам. Раз фишка была в этой клавиатуре в этом. Ну, сейчас посмотрим, что у неё сзади скрывается. Так, ну, вот это что на ОСБ клавиатура. Провод достаточно толстый, поэтому к этому претензий нет. Она считается как бы защитой от проливания, что вот у неё вот отверстие, что если вы на саму клавиатуру туда прольёте, чай, кофе, она должна отсюда вытечь и не попасть на микросхемы. Ну, в принципе, что здесь, больше уже ничего такого интересного нет. Logitech, тут логотип. Вот такая клавиатура на любителя. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok